МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «ЛЬНАЯ ЗАСТАВКА» 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 Мы работаем на кондиции, так что в день я тренирую двухфазов, он тренинг 2-3 часа, так что 5-6 часа в день я тренирую на тренинг. До этого, конечно, разные тренинги на тренинг, регенерация. Так что наконец мы достанем на 8 часа в день, что мы в этом заместном. Играет музыка. Играет музыка. В Ски-фаре нужно в основном большую базу на фэй-кейте. Ты не можешь в специальной дисциплине или в реннике быть. Ты можешь просто спествовать, оптимально vorbereить. И это делает просто так, что ты не можешь в Асдаваспорт, или в Асдаваспорт, или в Асдаваспорт, это есть сумма от многих способов. И это значит, что в этом году, чтобы эти скифы активировать. И это так, что в этом направлении, как и в этом направлении, и есть очень много компонентов, которые там справляются, или должны справляться, чтобы это функционировать. Это очень комплекс, и поэтому это так интересно. Продолжение следует... 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 Но если ты не связываешься перед тем и потом, то не функционирует. Это очень трудно в таком маленьком тиме, чтобы люди сидят. Чтобы было хорошая атмосфера, потому что сполюстровываем много времени. И тем, что мы маленьком тиме, мы очень много в контакте. Когда есть большие тимы о 15-ти людей, то с тренера ты посетишь на копке, а потом с ними не можешь сидеть у столу. Я думаю, что это больше всего. Но мы с тем, что мы четыре люди, которые сполюстрят три-четврти года на целях, на тренингах, на тренингах, так это очень важно, чтобы эта энергия и атмосфера седла. Я думаю, что это успешно. Вы тренинг из Шанка. Вы уже две недели здесь. В ее доме в Вильверлиоте. Есть ли у вас еще раз? Увы после, во всех зальхавр'иве. Да, Эли. Эли идет о rhено и отрели. Эли леганка идет. Эли форуфилер… и эффективней. А вот сюда мы всё сянули. И я надеюсь, что этот сервисмен … И Danки был в первой армии. И так рассветов, и я думаю, что это круто. И я чувствую, это круто. Что делается? Я знаю, как они рядом, без украинцев. У нас есть очень хорошая физика, очень хорошая работа и можно очень концентрировать с шарком. И если ты 5-6 лет, то это точно лучше. Усполопракуем три года и за эту дуру я думаю, что все так ужасно седло, что мы знаем, что каждый там имеет свою роль, как один другой может поддерживать, который может поддерживать меня на старте, как Клаус может подчеркнуть во время прогрессии. И это все, конечно, играет роль. И это такое замечательное движение, чтобы результат был лучшим. Особенно важнейший фактор. Я думаю, что в ренне, для меня, 70-80% этой свободы в голове, если ты сейчас в хорошей форме будешь, чтобы ты не очень много разговариваешь. Конечно, это остальные 20-30%, как ты подготовил, именно то, что ты должен быть правой. Ты должен быть среди техническими, в яичной управлении. Но ты должен быть самым на равномерномеренском, чтобы ты не можешь этого настроить с трудом. Ты должен помочь себе, что может быть радио, и чтобы уничтожить больше всего. В год 2009 мы с отцом разошли, или я от нее ушла. Тех дубов было много, как я вспомнила, были это профессиональные дубов, когда я видела и чувствовала, что та тауна уже не подсунула, как с техникой и технике. Потом, конечно, был большой и основной, что мы уже абсолютно не понимали. Было это один большой бой и большие хатки, а это не было только последний год. Уже уже несколько последних лет, а я в последние лета сбирала эту железнодушку, когда ему говорится, что уже с ним дали не хочу ездить, не хочу с ним сполупраковать, а что я хочу идти своей собственной дорогой. Пришло мне, что властно лижовала про то, чтобы получить позорность от то, что его татьки, чтобы получить его любовь, что нелижовала как-то за себя и про радость. Просте спешно было таковым человеком, который видел, что он любит и хотел это делать, но просто не использовал. Руки потом были очень тяжелые, очень тяжелые, потому что, конечно, что он любит, что он любит, что он любит, что он любит, и что он любит, что меня удивляет, и я сама никогда не верила, что он может быть. потому что он пытался сделать все для того, чтобы я без него не достигнула следующих успехов. Я ему несколько раз не только осознанно, но и вооруженность за все, что он сделал, что будет всегда он, кто меня поставил на те лиги, кто меня ведет в тих жадцах и приведет меня к юниорам и приведет меня к хорошим медалям. Но мы просто перешли всякие храницы и так далее. Это просто не идет, я хочу жить своей целью. Он имел возможность там всегда остаться как татя, который меня будет поддерживать просто из тих жадцов, что это мой татя, который может быть успехом и быть на меня пищным. И все, что произошло по тому расходу, что произошло в тихо олимпийской сезоны, то есть какая-то маленькая шарка внутри меня, которая, которую я всегда татя или кто-то к нему всегда взглядела, потому что это был ее татя и обдивовала его. И когда она всегда по холазе, по холазе, по холазе, по тому, чтобы ее было рано, то я думаю, что она всегда довела, что когда она победит на тихо олимпиаде, что она ее достала. А татя мне никогда до днешка к тиму реально не поблагодарил. И я думаю, что это был такой момент, когда эта маленькая шарка действительно понимала, что это произошло. Я думаю, что это был такой момент, когда эта болезни к торговле и лечить была очень сложнее. И когда я получила в ООР в то, как и в конце сезона 2012, то было по-другому, чтобы она больше не могла повышать все-таки. Я думаю, что для последнего сезона 2012 в ООР я уже в режим заширене, вес интересная болезни к торговле, потому что я впервые сталкиваю на восприимания, На финале. Я снова болела в шланминку, в болезни в голове. Прежде всего, я взяла брак на болезни, что я так как бы болезнь, как бы я так же, как бы, как бы, против каких-то брак, потому что, как я забыл, когда я берусь вирус, я всегда давала без медикаментов. Но потом, как у нас было, мы взяли совпаду с Клозем, взяли тренинг, все было в порядке. Потом на одном тренинге меня была в голове, но уже в основном стиле, что это была таковая болезнь. При каком-то быстром движении это выкрадывало, было бы хорошее, чем древнее. Так что я осталась дома, мы пошли на какие-то выщетриния с домотелом, отбиры крови, пани докторка была целиком акционной, что болезнь в голове, мы идем на выщетринице CT, чтобы мы видели, что в голове все в порядке, чтобы мы были в порядке. Все выглядело хорошо, что в порядке нет. Кремные тесты выглядели в порядке, но голову всегда болела. На два-три дни все стало. Я сказал, что супер, что у меня есть за собой, это просто доброе. По тих трех дней все это начало сгоршовать. Потом приходит эта добра, я уже не помню, что у нас в голове я уехала огромные болезни в голове, что я прошу, чтобы я не ущу, а я не ущусь, а я не болит. Потом я помню, что я пробузила, усынула, носила воду, давала мне обложки и еще сказал Шары, что если это не успеет, рано идем в больнице. Я думаю, что я не знаю, а не больнице. Я говорю, что не увидишь, что это будет хорошо, а не пойду до больнице. Ну а потом клапка и какие-то сны, дивные голосы. Добрый день. 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 Я думаю, что это был такой результат про Шарку. Я думаю, что это было в прошлом году. Это очень большая поддержка в том, как иметь больше радость, делать больше всего для себя и в большей радости. Сейчас вы готовы, выиграй. Ну, так уже у меня. Уже я сказал, что я уже на конце унора. Я также выиграла на Европейской поигры, если бы ты это готов. Ну, так, да, хорошо, это все в порядке. Так, я только что повторю. Так, мягко, поздравить Манчела, конечно, и мы будем тишать пальцы на всех заводах. ПЕСНЯ МАРА ПЕСНЯ С ПАКО Летная подготовка состоит из конца, и когда закончусь серии, то полностью п Bouли 0 с водой. Когда начинается новая, в большинстве 2-3 течение, чтобы я отдохнула. Это не всегда дано, это на поцел, потому что, когда я не чувствую, что я фит, я отдохнула не только по странице тела, но и на самом деле, чтобы человек набрал силу, что эта сезона очень хорошая. Первые соревнования будут на пыль с листопадом и кончат в последнем половине бреда. Это очень долгая сезона, в которой я путешествую, занимаюсь и психическое выпить, это стресс для тела, так что нужно хорошо отдохнуть. Потом начинаем постепенно заниматься физическим тяло, мы тренируем целый тренинг целые четыре месяца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это очень интересный тренинг. Интервали всегда, если бежат или ездят на коле, или брюсли, но эти интервали, к минуте, еще 200 км, а потом минуты и леш, они очень болят. Клижащ был очень всесторанным. От посилований на максимальную силу, максимальную силу, а витрвало, что у нас прежде всего на коле, как уже это солнечный коло, или хорский коло, немного больше в природе, когда мы идем из этих сил. Человек на хор, так красивый. Друзья, это был ужасный этап, потому что это было меньше асфальт, но это было несколько раз в лесе, так что это хорошо, не стоит столько энергии, как если кто-то третит через кофе на коле. Это было очень приятно, и красиво. Мы получили красивую красоту, мы получили красивую виду, а здесь я нашу колесу. У меня уже было несколько древней, а я уже сказал, что если мы уже здесь, то мы будем смотреть на хору, а теперь нас ждет снова к Вадхофену. Три часа мы днем, 45 км. Три часа мы помпономили в тренинг, который мне помогал, и с улучшением этой динамики, и с улучшением этой кривной шарки, чтобы она умела немного порвать, а немного побудить, и на старте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал Дима Торзок. Великой частью физиотерапии не только компенсационного и регенерации, которые тоже очень важны, а часто работа физиотерапов не будет полностью видеть, потому что если ничего не дает, если человек не был ранен, то они немного вспоминали, но и преимущество их работы, чтобы не было ничего, это очень важное. И также развитие, потому что уровень, который у нас установил, у нас, у великолепии, физиотерапии, и наши физиотерапии очень хорошие, а если мы можем работать с методом ДНС на развитии, то я думаю, что и летом мы можем не смирно посунуть, потому что я всегда знаю о ряде резервных вещей, на которых можно работать, и это в основном наиболее, что мне нужно до преды. Добрый день! Мы в ВО2МАX, а мы в местах, где мне так сплнил один из моих снов, где мне удалось открыть проект целостного системы тренинга и терапии. Я очень рада, что мне это повернуло, если я о том немного снила не только открыть место, а также сдали свои испытания, которые я за свою карьеру и лета набрала, но и в целом и уравни, что я думаю, что я думаю, что это объединенный проект. Пропыт это физическое с психическим, а еще и с тренингом, с активным движением, что нам здесь повернуло, так что за ту терапию, а также физиотерапию, физиологическую терапию, и терапию и терапию души, так что мы начинаем с психосоматикой, потому что физическое и mentальное уровень связанные, а часто какие-то физические и хронические болезни с психическим проблемами, и конечно же это и для людей, которые часто хотят сплнят свой сен, убежать в маратон, или с участием аэронмана. Шарка интроверта, когда я познакомилась, она была много узаврена в себе, это было в ней околи, в которой она повернула и тролла достаточно долго, когда она повернула и в результате и в поверну, потому что и в том физическом прояве тело было в различных дисбалансах и была как внутренне, так и на вене, так сквозно стухлая, так что было прекрасно следовать тем, когда шарка постепенно стала шарка, так как сегодня все знали и знали и знали. Я огромную поддержку за последние лета в Тону, в Манжелу. И по тому, что было довольно сложное с моим татом, было много вещей, на которых я почувствовала, что уже самостоятельно так я получила помощь и Терески, с которой мы стали великими каком так, так мы не как клиентка, а и как парни. в Мы сделали огромный курс работы, мне помогло, но я никогда не пришла с проблемой, что бы я решила с титулом спорта. Тебе дескоп, помож мне, я хочу снова выиграть, как я могу быть в клиде на мистерстве света. Я решила это всегда с титулом человек, который имеет нормальные проблемы, как каждый. И я верила, что когда я буду в Хармонии, как шарка, то я могу это сделать, чтобы я потом выиграл на спорте. Шарка является очень... Она очень зелориентирует, очень эргоизна, очень фокусирует. Она очень зелестрирует. И на другой стороне она очень чувствительная, очень сенсивная. Она является очень выраженным. На примере она является очень чувствительная и делает очень много чувствительного. На другой стороне она, по-другому, когда она уже обращается к этому jobу, и ске-фанчику, она очень фокусирует. На тренинге, она уже не предоставляет к комфорту. И эта баланска, я думаю, очень хорошая. Все, что я делаю, я делаю для того, чтобы я была добра, чтобы успех был. И еще очень хорошая история, что цель нам принадлежит счастье, а не ее цель. И что за последние годы я также могла понять, что эта цель говорит. Это человек, который имеет спортивный формат с большим садом. Садом интеллекта берет очень важная вещь в тренинге. В тренинге есть важная работа к себе, умеет твердо работать на себе. И дает тому спорту и третий размер. Эти способности, где-то куда-то достать, где-то куда-то послать, стараться быть просто перфектной. И что не идет только о течение лета, при том лыжевании, но и вообще о том целом приступе к жизни, к этой почтевости и к этой смазе. Я думаю, что и мотивировать людей к тому, не лыжевать, а делать что-то, куда-то хотеть, достать и работать на себе. Какая шарка в полном часе? Ну, так шарка в полном часе и много спит. А много отдыхает. Но этого полного часа не так, потому что просто сейчас все подрезаю, тому лыжевание, а еще тому, я думаю, что я могу подрезать, что я еще много лыжевания могу дать, если я хочу. Некогда я ссаму на маленький лоб, так что это не много времени. Но я надеюсь, что я еще раз запрещу эту капитул, что еще не буду маминкой, что там появится место, когда я буду много виноват, и больше танцевать. ПОЕТ И вот так. в доме, в роли манжелки, маминки. Я очень рада себя на это. Я очень рад. Доспелая, красивая женщина, которая просто проживает, чем дали больше всего внутри, чем дали больше всего мира. Это человек, который всегда платит, что это сильная личность, но больше всего всего творит по своему. Как это в связи с ней, с его митром. И потому, что она всегда имеет большое сердце, так это и в связи с тим околи. Она имеет такую tendence, когда она не любит, так нескольких думать на другую. И когда она с ней была проблем, а даже совсем много, что она с ней затяжила, то, что уже все изменилось. И то, что широкая душа и открытая ныруча больше перевела в уничтожении и вместо того внутреннего больше всего всего позволяет себе опятить, мне кажется, что она потребуется, что ей потребуется, что она желает, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Když bych třeba mluvila o letošní sezóně, tak záhřebu, třeba tam byla lehká nervozita před tím prvním kolem, protože jsem závod předtím na Kvitaí po dlouhé době byla na stopních vítězů, byla jsem druhá, takže jsem byla trošku nervózní před tím záhřebem, ale po prvním kole jsem byla opět třetí, tak to na mě jakoby spadlo takový to, i když samozřejmě vím, že to je blbost, ale takový to se mi ulevilo, tak nebyla to náhoda na tom Kvitaí, tak jako mám, opravdu na to mám. A do toho druhého kola jsem šla už s tím, že mám na to být na těch stopních vítězů a třeba mám i navíc, můžu se pustit na druhé místo, můžu třeba atakovat o první, a šla jsem do toho opravdu s riskyma naplno, no a v polovině trati jsem vypadla. V tu chvíli bylo to zklamání, protože jsem věděla, že to mám dobře rozjetý a mohla to být další, další bedna. Na druhou stranu jsem byla i ráda, že ten výpadek musela někdy přijít, takže jsem si ho dovolila konečně, protože třeba jsem měla velký problém s tím, že jsem neriskovala, jezdila jsem opatrně, jezdila jsem trošku s ruční brzdou, abych náhodou nevypadla a ono samozřejmě, když člověk chce vyhrát, tak tam ten risk musí být. Pak přišly další závody, flachau, opět jsem výborně rozjela první kolo a před druhým jsem znejistila, protože ta trať byla měkčí, bylo to něco, co mi úplně nevyhovoje nebo tu dobu mi ještě úplně nevyhovovalo a to druhé kolo jsem si pokazala jenom sama, prostě hlavou, už jsem si nevěřila, nepodařilo se mi dobře odstartovat do toho závodu, udělala jsem pár chyb na začátku a pak už se mi to nepodařilo rozjet, ale oba dva tyhle závody, jak záhřeb, tak flachau, myslím, že mi hrozně moc pomohly potom do toho závodu na mistrovství světa, že jsem věděla, že člověk musí riskovat, jako například v záhřebu a nesmí, není dobrý znejistit, kvůli tomu, že ta trať třeba si není úplně tak jistý a že prostě bez toho risku, který jsem nedala do toho druhého kola, třeba v tom flachau, prostě ta medaile tam nespadne, že musím riskovat, jako jsem riskovala v tom záhřebu, musím jít do toho, že třeba můžu i vypadnout a určitě bych měla lepší pocit, kdybych třeba i v tom bývrklíku vypadla, než abych dojela opatrně a byla třeba desátá. Můžu, když se všichni povídají a smělu, protože třeba byl před startem, už tady každý jsem za sebe. Já si myslím, že na těch třeba velkých závodech, jako je mistrovství citana a olympijské hry, je to neměř celé o hlavě, protože tam těch závodnic, které mají na to získat tu medaily nebo vyhrát, je celkem hodně na startu a všichni to umí. Všichni umí zájet tu rychlou jízdu v tréninku a je to o tom, jak ten den se s tím dokáží srovnat, jak se právě dokáží vyrovnat s tím svakem, s tou psychikou a na kolik procent dokáží to, co v sobě mají to, co umí předvést právě v těch dvou minutách nebo v minutě a půl. Nikdy jsem nebyla mentálně tak dole, jako po té olympiádě, kdy jsem opravdu zvažovala, jestli znovu najdu energii se zase zvednout a zase se jít do toho dalšího závodu a věřit, že tentokrát to výjde, bo jsem říkala, což to zase nevjde, zase se budu muset zbírat, protože během celé sezóny jsem se vždycky sněla o tom tak a tenhle závod už tu přijde, tenhle už přijde ten velký jako nějaký výsledek znovu a zase nepřišel, tak zase zklamání, znovu teda si pobrečet a zmotivovat se, jdeme dál a znovu v sobě mobilizovat, všechnu tu sílu, popřišel další závod a znovu to nevyšlo, ale znovu a znovu. A po té olympiádě to bylo tak strašně velké zklamání, že jsem Jitondovi jako psala, že opravdu nevím, jestli jako ještě se zmobilizuju tu sílu zase jít dál a zase tam byla obava, že co když to zase nepřijde ten úspěch. A byla jsem i nesmírně jako unavená a možná, že jsem to najednou přestala jako řešit, šla jsem trošku uvolnit do těch závodů, protože teda uvidíme, tak to zase bude to úspěch, nebude to úspěch a pak najednou poslední dva závody, to bylo šestý, sedmý místo, tak nějak to tam zase jako spadlo, byly to dva nejlepší úspěchy sezóny a zase jsem získala trošku víc té motivace do té další sezóny. Aspoň, že jsem jako zakončila tu sezónu s nějakým dobrým pocitem a trošku zase to tam ve mně jako zajiskřilo, že zase ten plamínek tí naděje, že třeba to ještě zvládnu, že se ještě jednou vrátím na tu špičku. Pak přišel jeden závodu a už ty závody předtím, ta série, kdy jsem vlastně několik závodů za sebou, byla třetí po prvním kole, byla jsem ve předu nebo to ty dřívější první kola, kde jsem byla třeba 15 a 16 a ty ztráty z prvního kola byly velký a pak samozřejmě, když se člověk rozkrála v druhém kole, tak to nemůže stáhnout, tak ty výchozí pozice už byly mnohem lepší a z nich se dalo vycházet a uvažovat i o těch medálí nebo o těch stupní výtězů. Cítila a věřila tomu, že na to má znovu být úspěšná, ale sama za sebe. To byl ten velký rozdíl, protože předtím byla úspěšná, protože jenom tak vlastně, jak kdyby následovala něčí vedení, už samozřejmě byl tam ten talent, vůle a to všechno, ale tentokrát si to opravdu tvořila, tvořila si to sama za sebe a to je obrovský rozdíl. Tak jako za ty čtyři, pět let, co se známe, naušla takový kus cesty, co prostě jindy se člověku nepodaří za celý život. Tím, jakou cestu jsem ušla mezi tím, tak jsem dospěla k tomu, že dát mu můžu odpustit. A tím, že jsem mu to vnitřně odpustila, tak ta energie negativní se uvolnila a myslím si, že se to projevilo potom i v té další závodní sezóně, jak to všechno je hezky provázený, ten normální život s tím sportovním životem, to fyzické tělo s tím mentálním a psychickým. To byla poslední tréninková jízda popřed závodem, Šárko? Asi jo. Asi byl radšišně třicí. No a zítra. Jak se cítíš? No, cítím se dobře. To je takovej slalom na dobrej pocit, takže před závodem ideální. Závodná provost. Závodná provost. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok